ребят всем привет понемножечку начинаем я очень жестко приболел поэтому сегодня буду комментировать мало аккуратно вот но сегодня такой день в которой нельзя все отменить потому что не и турнир сегодня и nation wars так что сегодня много всего будет интересного вижу по чуть-чуть люди собираются что-то на турнире зарегистрировалась 100 человека зачекинилась пока очень мало всего 30 с чем-то так что если кто-то не успел делайте это осталось всего пять минут да кстати задержка двинулся секунд у меня установлено так что ребята будьте внимательно будьте внимательно я сразу отвечать вам не буду потому что вы позже будете все слышать что-то что-то Ну, на канале-то вообще пока народа не очень много находится. Так, прошу прощения, ребят. Спасибо, Лусмайл. Я мёда с маслом немножко скушаю, чтобы горло полегче было, потому что я не знаю, как я сегодня отстримлю, конечно. Ну, вроде так, терпимо пока. Более-менее. 35 зачекынилось человек, 72 ещё нет зачекыниных, то есть зарегистрировалась сотка, но... Ну, почему-то, ну, видимо, праздники, я не знаю, кто что. Кто перекрылся сильно, кто чего, кто уехал куда-нибудь, не знаю, что-то мало. Относительно зачекынилось, но посмотрим. Так, кто у нас есть тут вообще? Ну, вижу, была я тиранвика вижу, касса вижу, хэппи я что-то... Он был хэппи, но... А, да, хэппи зачекынился, всё в порядке, всё в порядке. Хэппич не упустит возможность заработать лишних денег, покатать турнирчик, но... не вплоDAх шпаках. Айта шпаках. Кассы юрка, айта шпаках реальная, без проблемой, биржеτηль и берем dolls. разгибатор лет всем привет ребятки всех с новым годом жду начало уже чего-либо прощупываю свое горло как она но я говорю уже что сегодня сегодня стрим будет аккуратным в этом плане как было что сегодня с горлом опасность конечно у привет все живы кто все все живы да ну вот что то есть состава 36 зачек и него 72 еще как бы нет то есть было больше сотки людей зарегистрировано но чекин прошли меньше треть не меньше треть это прошло как то маловато там такие неплохие игроки я вижу так нет теперь конечно же стримить не буду мелко мелкий као привет так секундочку и а и и и и и и и и а и Продолжение следует... 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 А вот и сетка наконец-то появилась Все, вижу, вижу сеточку Нужно найти то, что мы будем смотреть Упс, strange Мелкий кау Ну что же, посмотрим Как наш молодой тиранчик Против strange будет биться Так, а кстати Какой у нас, бо3 сразу же Или как у нас идет Бо1, вообще Бо1, точнее, не понял Бо3, точнее, не понял Бо3, точнее, не понял Продолжение следует... 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 Я здесь, среди теней. Так, всё, одну восьмую тоже, вот, три сделали. Паше, Локе, большое спасибо за помощь, прошу прощения, что напрягал, вот, всё круто в итоге становится. Здесь у нас циклон 2 рипера, 2 циклона 2 рипера, билд подобный делает мелкий као, как делал. Так, ну проблема-то в том, что Стрэндж-то понимает, что один пилон тупо контрит вот эту тему, почему? Потому что вижена нету слоу-граунда, вот, как-то так. Так, GPL пока месяц. Завершено. Ну, GPL, что у нас там, что происходит-то? Ну, здесь и третий ставится. Стрэндж готов. Вапсервером всё прекрасно видит, но не получается у мелкий као что-то сделать серьёзного. Ну, а у Стрэнджа всё лучше и лучше. Сейчас он просто с призмой и блинк сталкерами пойдёт, видимо, в атаку и... Минус 2 рипера. Ну да, что-то пока печальное начало, конечно, для мелкий као. Потерял 5. Пять риперов уже опять-то успел потерять. Я даже не понял. Ну, вот на Амилку это, может, и работало в каких-то играх, но на Стрэнджа не работает. То есть, лучше как-то под стандарты, видимо, играть. По поводу као с кухни переезжая, я уже всё говорил, что, скорее, всё к концу января. Вот. Ну, для начала мне бы поп... Вот. Учитывая, что мне поправиться бы для начала нужно. Самочувствие вообще печаль, беда. Ну, я надеюсь, что быстро всё это пройдёт. Какая-то... Ну что, Адептика Стрэндж привозит. Блинк на хайграунд минус стимпак. Это ГГ. Ну, щиты успели хотя бы доделаться. Ну, без стима это невозможно отбить. Ну, кстати, циклоны здесь био плюс ксм. На самом деле, если был стимпак, мне кажется, что могло бы быть всё значительно лучше здесь для Милки Као. Но, к сожалению, всё не очень. Стрэндж приходит, разбирает. Ну, расстраиваться здесь нечего. Такие спешл тактиксы нужно делать. То есть, если ты делаешь, соответственно, циклонов, то ты должен понимать, что на карте, где рампа и на карте, где есть хайграунд и где нетвижена, это не будет работать просто. То есть, можно делать это, я не знаю, на каких-то картах, где ровная поверхность ко второй базе. Приезжаешь и напрягаешь, например. Ну, или где есть возможность ворваться, но никак не на этой карте. Так. Так. Хэппич уже одной шестнадцатой наказал в боу один человека. Ждёт победителя Лиссандра Рейзер много пятёрок. Кстати, где Лиссандра у нас? Вот он в игре. Можно, думаю, за ним и будет ворваться к Хэппичу потом. Стрэндж прошёл дальше. У него оппонент не скоро ещё будет. Блай вообще в нижней части сетки идёт. Так, Лиссандра, врываемся. Так. 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 Так, короче, организация оставляет желать лучшего в этом плане. Спасибо всем, ребята. У вас тоже с Новым Годом. Всех высказывайте goodgame. Так, у Александра отказывается играть. Мопа, нет. Ну что, ребят, сейчас Александра техпобеду поставит, что оппонент что-то тупит, вообще непонятно что делает, как бы не хочет играть. Конечно же нужно техвин давать и уже начинать против Хэппича Александра, чтобы бился. Вот, и это будет уже 1-8, это будет уже бо-3, это будет уже интереснее. Так, а финал у нас что? Финал у нас бо-5. Ну, стандартно все, конечно. Призовой можете пополнять, поддерживать турнир, меня поддерживать, естественно. Я очень жестко заболел, ребят, можете по голосу это услышать. Но сегодня вот этот турнир, плюс сегодня Nation Wars, я не мог не постримить. Так, что-то я не вижу тут. Так, короче, много кого нету. Много кто тупит. Надо кого-то судить. Так. Я не знаю, Бзик, может ты там тебя промашнить, кто кого-нибудь сделает судьей, чтобы, что это адовый какой-то ад. Я надеюсь, сейчас пройдут первые стадии, где люди тупят просто, ну там как бы игроки, которые редко турниры играют, слабенькие, и потом уже нормальная стадия будет. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем, ребят Россий на Нейшн Уарс не будет Старый Нейшн Уарс, а не новый О чем ты говоришь Компотик малиновый, хорошо вам Ты что-то путаешь, крадок Никаких игр на Нейшн Уарс еще не идет Идет сейчас GPL, китайский турнир Идет наш турнир, ну блин Местный Ну тут тупеж Небольшой С игроками, с сеткой Сейчас попробую найти Так, а вот тут залетает Зидар, 1250 рублей Поддерживает турнир Спасибо тебе, Зидар Ну мы что-то не можем Разобраться пока Ни хрена вообще Не можем разобраться Так, все-таки Лисандра с Хэппи будет играть Все-таки его вперед Продвинули Или нет М-эй-яй-эл поддержал ваш канал На сумму 333 рубля ровно По ми Спасибо тебе, М-эйл большую Спасибо тебе, М-эйл большую Спасибо тебе, М-эйл большую Спасибо тебе, М-эйл большую Так, ребят, прошу прощения Как обычно Как обычно Я не просто стример Я еще и Всем тут Со всеми связываюсь Со всеми связываюсь Пытаюсь помочь с организацией Вот, М-эйл Тебе спасибо В очередной раз Так, обновляем текст Начал я, блин, новый сбор уже В этом году На 30 лет На 30-летие И на переезд кухни Я его так назвал Но я думаю, после января Я уже закрою все эти темы Как-то вот так вот Но Так, пойти, а что за стадия вообще? А, это Бу-1 стадия, прошу прощения Вот, следующая против Хепища Александра Уже будет играть Бу-3 Ну что? Иф Иф Икс-Зи Кархал Играет с Лиссандра Очевидно, что Лиссандра фаворит здесь Но посмотрим, что это-то выйдет Хепищ будет играть с Лиссандрой Если он выиграет сейчас Мы обязательно это будем смотреть Мы затем икс-Зи Она Вот Икс-Зи 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 Идет вперед Адептиком Лиссандра. Так, и кто тиранам должен играть? Не знаю, кто там, где тиранам должен играть, но там вообще какие-то другие люди. Я не знаю, что Лиссандр сейчас играет. Лиссандра три пробки забирает, теряет Адепта своего, четверки не получилось забрать, Кархал все-таки Гаст пытается забить, плюс два барак, между прочим, Вар пустится. Здесь Оракул еще идет после Адептика. Ну ничего страшного, просто второе число, как бы, человек у человека небольшой опыт турниров, у организатора тот, кто призовой фонд основной выделил, и он там и судьей, и стримером является. Не просто разобраться, я помогаю, как могу, не знаю, так информационно. Вот, поэтому все, я думаю, будет нормально, плюс сейчас начальная стадия, игроки, которые, ну, немножко не понимают, что и как делать нужно, такая уже стадия будет такая хорошая, останутся фавориты, тогда, я думаю, все будет гораздо проще. Лизандра прилетает, минус шесть рабочих, можно на мейн было полететь. Мазеркор вообще не трогает сейчас товарищ, он что-то контролит рабочих, что вообще происходит, я чуть не понял. Ну тут очевидно, что Лизандра фаворит, двенадцать рабочих он убил, восемнадцать тридцать пять по рабам и улетает отсюда. Вот, как я с Мазеркор среагировал, взял. Все по МТ-130 даже. Так, Зика, отлично понял тебя. Ну я-то как бы, у меня особо времени нет, а ты там смотри, если просто пишут кто-то, что там очень-очень долго игроков нету, то решай вопросы. Ну или может мне до этого написать, я не знаю, посмотрю на свяжусь, спрошу действительно ли так. Ну я думаю, что здесь никто врать-то особо не будет, если нет, игроков-то действительно нету. Так, что-то тут непонятно происходит, четыре адепта. Есть адепты, Зилок, но за контроль же Телесантек. Минус адепт, особо я не контролил. Но вторую базу приходит, основное количество рабочих именно здесь, на второй базе есть. Здесь чуть-чуть оверчаши на мэне были выставлены. Короче, проблемы гигантские, адепты просто раздают. Нужно уйти. Восемнадцать сорок шесть, парабам, один адепт упал, но он только один упал. Здесь плюс гейты, пилоны, ну тут все очевидно в этой игре, конечно же. Ну что, призма полетела от Лиссандра еще с тремя адептами. Третий нексус, гейтов добавил. Фух, здесь пытается всю игру рабочих строить, просто двадцать девять он потерял. Какой-то вперед там пошел. Ну что, тут призма прилетит. Не знаю, зачем он здесь вот войска держит, товарищ кархал. Ну я вижу гигантский, да, варп юнитов сейчас идет от Лиссандра. Здесь он, безусловно, убьет, а вот здесь он отобьется. Два пилона на хайгран. Единственное, что третий ничем, конечно, не прикрыт. Нет, это не очень хорошо. Баля, у них все покончились. Варп идет, восемь, 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 сорок трикоу лимиту. Здесь еще плюс два пилончика ставится. Так вот, здесь сталкер разрешли, вы видите. Ну и под уверчажек попадает. Здесь кархал, конечно, его разваливает. Лиссандра просто в это время добивает мейн. Это один-ноль, и этого достаточно, потому что вот один у нас эта стадия. Ну что, минус пилона. Ждем ГГ. ГГ, кто нет, а нет. Ну, наверное, скоро будет. ГВП, пишет кархал. Отлично, Лиссандра против Хэппи далее у нас. По плану. itu не так. Лиссандра против Хэппи. Продолжение следует... Так, вижу. На Яндексе. От Румато 24.06.40 рублей. Спасибо тебе, Румато. Продолжение следует... Ну, посмотрим, easy win или не easy win. От Happy будет. Лисандра говорит окей. Ребят, я... Так, секундочку. Продолжение следует... Так, компотика налила. Мама, спасибо. Не знаю, единственные они или не единственные. Я знаю только их пока. Будут, если еще, будем все смотреть, ребят. Спасибо всем за поддержку. Еще раз ждем, пока Александра подчеркает с Happy. Секундочку. Продолжение следует... 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 Мне просто некогда мне в игре И там, и там всё это делать Я думаю, что до 18 Успеем, даже если одну четвёртую Подряд проводить Ну или хотя бы Два по два, то есть сначала две игры Одну вон, одну и обстрим Потом ещё две, как-то так, я не знаю Просто у меня нет контакта с ним Оп, репщик пришёл, репщик Чё халтуришь-то, я не понял Почему мы не видим великолепных игр Твоих здесь Или чё там, шоу-мачик И с остальных турниров Спускаешь баблицо на праздники Ну что, врывается Хэппи Ещё у Лиссандра здесь один колосс есть Колосс не так эффективно, как раньше Помните об этом Морики дробуются вниз Но контроль у Хэппи, конечно, как всегда на высоте Но Две ЦЦ-шки против трёх Нексусов 64-48 по Робам Это не ахти, конечно, ситуация Хэппи автоматона завалил Плохой признак, плохой признак, ребята Нельзя Автоматонов, они в Красную книгу занесены Уже после касса Старого доброго Вы помните ещё в Ходсе Да я уже понял, что да Он сам, походу, не знает Чё-то как Так, кстати, можно спросить Сейчас прошу, он же здесь сидит Так Так Посылайте подмогу Стоп! Чё-то как-то 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 как Так, Пзик. Давай тогда, знаешь как. Надо попросить, чтоб, короче, в 1-4 сначала 2 пары сыграют, потом еще 2 пары. Вот. Ну, а я постримлю одно, а товарищ другое. Потому что здесь дропы идут. Потому что, наверное, все по очереди. Это будет слишком долго, конечно. Хотя вот по 2 пары, это тоже слишком сложно. Так, Эппи здесь с Либераторами. Прям по воздуху уже. Посмотрите, колоссов отгоняет. Что с колоссами сделали, их порезали. Скажи просто, чтоб, я не знаю. Так, без задержки, почти стримит он. Я понял тебя. Надо вырубить. Мне тоже будет задержку, по ходу дела. Что-то Либераторов у Эппи скопилось нереальное количество. У лимита уже одинаково все. Короче, давай тогда, наверное. Чего я вообще не знаю. Здесь марики ходят. Давай, в общем, пусть по очереди все, может, играют. Не знаю. Как-то так. Ой, Либераторы с Фениксами встречаются. Посмотрите, что за стычка пошла. Минус Феникс. И сразу колоссы пытаются свалить. Эппи видит, что колоссы пытаются свалить. Эппи Фениксов минусует просто всех. Колоссов Либераторами тоже минусует. И не готов абсолютно к этому раскладу у нас Лиссандра. Причем у него и прикрывать-то особо нечем. Блинка на сталкерах нету. Три форжи, правда, работают. Офигеть. Гриды какие-то с трех форжей пошли. Но в итоге, посмотрите, что мы имеем. Сейчас Либераторы разложатся. И с ними ничего будет не сделать абсолютно Лиссандра. Посмотрите, сколько их здесь. Их просто немерено. Четвертый никс минус сейчас будет. Да, Бдик, ты правильно понял. Пусть будет так. Ну, то есть, не одновременно. Так, посмотрите, замес Либераторы просто все... Ё-моё, как они, как они шмаляют, эти Либераторы. Ничего не сделать. Вот заходят опять юниты. Пиу-пиу-пиу. Минус все вообще сразу. Ты все правильно понял. Пусть будет так, если ты уже сказал. То есть, вверх какую-то часть сетки я стримлю. Я какую-то. Он... Ну, то есть, две пары сначала сыграют. Одну я, другую он. Потом еще две пары. Одну я, другую он. Остримит. Вот так. Это про одну четвертую. Ну, а полуфинал и финал по очереди, естественно. Да, будет. Ну, что, 3-2 Александра делать. Смотрите, как... Вот Кейпи чисто Либераторами сейчас эту игру. Ну, видно, что у Александра нет как-то опыта против этих юнитов. Они просто разваливают нафиг. И... Блин, всю игру не комментированием, а каким-то решением вопросов занимались. Вот так. Так, Кейпи 11. Теплая вода, много соли и чуть соды. Ласкать в голову 5 раз в день. Сколько соли нужно на стакан? Я знаю, что такая есть тема, но что соль с содой я одновременно не знал. Много-немного как бы это непонятно, сколько чего. Спасибо. 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 Ну что, вторая игра Александра против Хэппи. Спасибо. 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 1-0 Хэпч ведёт. Ну, скажу вам только одно. Лессандро не уверенно отыгрывал абсолютно. Микс странный был. Колосса адепты. А чем сбивать либераторов-то? Ладно, колоссы-сталкера. Ольхоны-шторм у колосса-адепты. Это вообще очень странно было. Такое нужно было раньше. Спасибо. Ольхоны-шторм у колосса-адепты. Ольхоны-шторм у колосса-адепт. Спасибо. Ну, опять подобный опенинг. Ну, вот, может быть, даже Лиссандра нужно быстрее как-то было это всё реализовывать, то есть... Дробка три раза по Малеву ударила. 15 хп сняла. Странный контроль. То есть, как быстрее? Когда Мидивак сбил дроб, как-то поагрессивнее сыграть с Блинком. Не давать Тирану третью базу занимать нормально. Сталкеров гораздо больше делать. То есть, просто без Блинка на ранней стадии в такой ситуации не очень. То есть, нужно все дробчики принимать, там, где хэпи ходит. А, там Фениксы ещё будут. Фениксы от Лиссандра были. Но нужно было давить с ними рощу. И не мазить их. Почему? Потому что на поздней стадии, вы сами видели, что делают Либераторы. То есть, бессмысленно против них воздух. Особенно Фениксов жизненьких. Они вообще будут уничтожены. Такого количества Либераторов даже не знаю, что за воздух работает. Разве что Темписты расплетить, там, карьеры, грелки, как-то вот микс их, чтобы все на разном рейнже дрались, там, и так далее. А здесь вы видите, что пошло. Посмотрите-ка, интересное решение. Что же, посмотрим. А здесь вон как. Фигасе. Здесь у нас на факте Лаба, возможно, будет Циклон. И то даже, я думаю, что грелок-то Либератора вообще унизит сразу, если они без всего будут, если особенно как-то в стейке там поймать их. Короче, все здесь на Либераторах работает. Ну что, прилетает Банша. Неприятный такой для опроста расклад. Четыре пробочки минус уже. Топсер вернулся. И законтролил хэп. Еще одну пробку можно было забрать. Рабочих 3-4-41. Посмотрите, вторая игра подряд упроста просто, ну, реально больше рабочих, намного. Ну, то же самое сейчас, стимпак, третья ццшка, циклонч, есть низка юнитов здесь есть у хэппи. Тут как-то надо, если такая экономика, нужно как-то реализовывать ее. Есть еще одна Банша, есть? 46-37. Третий Нексус надо было намного раньше еще даже. Ну, как намного? Банша только прилетела, может даже до Банши третий и ставить. Президент готов. Кому навешать? Да, Бзик, давай, я первую пару с хэппи будет 1-4. Хэппи против Изи Миндель ВК победителя. И Стрэндж против Милки Кааса победителя, а вот эти будут стримить. А другие пусть стримит тогда товарищ наш, организатор с тяжелым никнеймом. Ну что, здесь Нексус третий, ну, 57-45, опять просто колоссальная. Вот, вот, посмотрите, вот, вот. Ну, должна быть разведка, с интрио иллюзию пусти сюда, вот сотка есть. Посмотрите, что здесь ничего нету. Просто приходить должен протасы тирана на третьей базе, просто шатать вот в такой ситуации. Ну, в Лотве еще, тебе дали преимущество, не умеют в Лотве пока медленно здание строить. То есть, продакшена мало. Грэйды, конечно, это все замечательно, но у хэппи грэйды лучше. И сейчас гораздо проще было бы его убить просто при спуске на третью базу. Мавайджер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Си Новым Годом, Серег, еще больше отличных стримов тебе, а у меня дочка родилась. Поздравляю тебя, Муэджер, спасибо большое. Пополнение это прекрасно. Я думаю, все присоединяются ко мне. Что, прям первого числа, что ли, родилась? Или второго? Круто, круто. Поздравляю. Если второго сегодня, то моей жены тоже второго числа день рождения сегодня. Пользователь Миста, Бравериас активировал премиум на ваш канал. Я не еду туда, наше после операции, и Машу заражать никого не буду. Подчинюсь, подлечусь. Это будет замечательно. Пробок 17, просто потерял, смотрите. И до сих пор парабам, все замечательно. По лимиту уже хэппи больше, во-первых. Во-вторых, очень медленный четвертый Нексус. Тут, не знаю, еще ждет Лиссандра, ему нужен четвертый. Нет, только может быстрее ставить. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Марик вперед идет. Здесь обсережем Лиссандра и видеть, что происходит. Опять, посмотрите, два Старпорта, два реактора. И опять Либераторов просто тона. Тона Либераторов. Нужно Штормы, нужно Архоны, нужно четвертый Нексус. Ну, Мейн, посмотрите, кончается. Вторая еще нет. Ну, на Мейне четыре минерала уже осталось. Нужно четвертую быстрее намного Лиссандра занимать. Не знаю я, в чем там дело. Почему Лиссандра так долго спускается, выходит на четвертую базу. Тут Марик, Минка, сейчас куда-то идет по карте. Все копаются от Хэппи. Ну, это такая Минка разведывательная. Чтоб на халяву стрельнуло. 25-го. Замечательно. Так, здесь Циклоны. Био, Либераторов, девять штук уже. Так, агрессивный блинг от Лиссандра. В такой узкий проход. Кошь, ты лезешь-то, дружок. Знаете, Хэппи какую позицию нашел? Здесь халявную прямо-таки. Но здесь есть Фениксы, плюс Сталкеры. И ой, как Либераторы разваливают по земле. Это что-то просто. Хэппи уже больше. Лимит, еще Доварф пошел. Он снимается, уходит. Отсюда третья атака заказана. Плюс Либератором Грейт на атаку доделывается. Просто 3-3 не заказано, пока тройной дробчик пошел на Мейн сейчас. Так, здесь Хэппи симпатчица уходит. А дробчик-то кто встретит? Некем встречает дробчик. Лиссандра погнался. Посмотрите, как жесть какая. На Мейне гигантские проблемы. Вот на этот пилон тоже оверчаж надо было выставить, я так думаю. Он тут не сможет Лиссандра взять, просто так и отбиться. Лазерпорт упит. Причем он возвращается назад. Может лучше контратаковать было? Хотя нет, здесь что-то слишком много. Вон в Мейн тогда потерял полный. Минус медиваг, кстати, полный практически медиваг был. Но все равно Хэппи для Хэппи этот дроб просто сверх выгоден был. Он очень жестко напряг сейчас просто. Ну, пытается Лиссандра тут что-то бегает вперед. Короче говоря, я так понимаю, Лиссандра сейчас никуда не собирается идти. Он тут 3-3 будет делать, понемножку оживать. В то время какие-то медиваки летают пустые. Я не знаю, что здесь летают Хэппи пустыми медивагами. Минус медиваг, конечно же, сразу же. Либератор становится уже 13 штук, еще 3 строится. Но это обуз либераторов. Тут нужно как-то против этого, я не знаю, с позиции грамотной, там, штормы и так далее, разводить на мейн, контур-дропы с призмы делать, пытаться. Потому что если в лоб вот дальше им разложиться, как с ними драться с землей. А воздухом они сами воздух уберут весь с флешем своим. Ну хотя темписты, вот в такой уже поздней лайтовой стадии, да, должны добавляться темписты. То есть ты, либераторы заняли позицию, и био под ними стоит, а ты темпистами их понемножечку убиваешь. Так, приходит Лиссандра минус либератор несколько штук. Ну как они разложились, посмотрите, с... Ё-моё. Что они делают просто, эти либераторы? Ну так нельзя давать просто. Приходите с этими деваков, у Пэйки даже нету. Так, какой канал у вас К2, как турнир называется? Такой канал. Так, какой канал. Атака на пятую базу. Крепище её убивает. Сейчас эту пятую. Идёт дальше. Ну вот это вот, знаете, вот что вот это вот, вот эти, вот эти, нахрена колоссов с перебором. Они не так, сентрии, нахрена здесь нужны сентрии, вот объясните мне. Они бесполезны просто вот в этом микс. Тут чисто масса с толкера, там, я не знаю, архонаки, сентрии, это просто пустой лимит сейчас. Так, либераторы где-то здесь рядом. Крепи не перераскладывает их пока. Но он убил базу новенькую, да, варху, конечно, идут от Лиссандра. И даже грейды 3-3-1, ну здесь-то 3-3, сейчас будет плюс у либераторов 2 атаки. Это жесть, сейчас ещё рейндж будет больше. Ну всё, агрессивный блинг это минус проц. Я вижу, что Лиссандр просто ничего не может этому сделать сейчас. Очевидно, Хэпич его развалит. Так, зашёл куда-то Лиссандров, а в рейндж зачем-то либераторов попал. Даже с энтрям сейчас получилось их выбивать, но всё равно по лимиту не лучшая ситуация. У Хэпи 5-я уже база есть, по 5 либераторов строится. Даже несмотря на вот эти все действия, не получается здесь нормально всё сделать. Хотя рабочих у Лиссандра много, можно 5-ю занимать. Субтитры делал DimaTorzok 178-171. Хэпи либератора даже не разложено. Вот приходит Лиссандра сюда. Есть пара архонов. Куда ты блинкаешься-то так агрессивно? Ё-моё! Что ты делаешь, Лиссандро? Уходит он. Какие дэмэджи тут выдают либераторы? Просто дичь какая-то. Пришёл. Ну, конечно, так агрессивно на них просто нельзя идти. Просто нельзя на них так идти. Уже хэпи просто, посмотрите, даже без раскладки. Идёт и убивает всё абсолютно. Минус всё, это 2-0. Скорее всего, в ближайшее время будет. 100 на 150 по лимиту. Минус мазеркор. Раскладываются либераторы. Прирост хэпи ведёт туда. Ну и всё. Тут 160 на 100. Нужно дожимать идти. Колоссы-сталкера тут слабенько работают. Конечно, нужно уже миксовать и какой-то воздух просто. Привет, Лиссандро. Ну что же. Как-то так. Вы видели всё сами. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну что, тут Хэппи разводит, харасит. Очень жёстко, очень жёстко. Пытается, наверное, четвёртую занимать. ЦЦ-шка ставится. 100 на 112 по лимиту. Изи золото наконец-то восстановилось. Как же долго оно не добывалось. Это жесть. Хэппи в это время рабов восстановил. Хорошее количество. Правда, всё равно не со всех ЦЦ-шек строят КСМ-ок. Как-то так. А, нет, это не дроп, это танки берутся в медиваки. Хэппи идёт вперёд. Здесь Гидра, Раучи и три Реводжера, между прочим, идут вперёд. Вот Изи. Встречает он Хэппи. Сейчас нужно кидать. Кастер минус танк. Как-то Изи тут на муе, по-моему, сливается. Куда он сейчас попёрся так опрометчиво, я бы сказал бы. Я без понятия. Нужно аккуратнее быть ему. 126 на 106, кстати, по лимиту. Лимит-то у Изи вроде как и неплохой. Но вот куда-то по аэрболу вообще в молокопсе. По танкам не каскует. Био всё больше и больше нужно свалить отсюда. Что и делает Изи. Вторая атака заказана. А сейчас ещё, посмотрите, 1-1-2-2 Хэппи будет. Ой-ой-ой, тут Хэппи вообще разваливать начнёт. Тут только атака делается, и то она будет нескоро. Вот так вот. Ну что, тут Битл в центре, при этом дропчик еще на золоте, не с Камариком. В центре Хэппи выигрывает, но мало юнитов остается, у Изи все еще лимита больше, но 32 лимита, вот они в 16 роучах, естественно, сейчас заказанных, поэтому не так все просто. На четвертый золото добывается, второй армор делается, но Хэппи уже 3-3, разве что армори у него не работает, то есть танки не грейжены и нифига не грейжены. Здесь очень хорошая атака от Кэппи, руучи все падают, армия где-то непонятно изи находится, вот только сейчас он приходит сюда. Роучи, реводжеры плюс пару гидралов там есть в миксе, заходит в юнитов Хэппи, разваливает, между прочим, этих юнитов, он фаербулы мимо кастуют, сейчас танки пытаются забрать, и не так-то просто это сделать, но все равно молодец. Расконтролил здесь, расконтролил, единственное, что попробует, догони, Хэппи улетает, здесь новый прирост боевого лимита примерно одинаковый, сейчас вот у Изи еще роучи выйдут, нужно больше. Газа особо нет, реводжеров и нету особо, тут надо гидры, наверное, больше добавлять. Он ли роучи против такого микса Хэппи, конечно же, они не работают просто-напросто, и скоро будет 3-3, а это совсем будет печально для Зерга. Так, вот идет Хэппи вперед, минус, реводжер сразу, Изи криво бой принимает, по факту он не видел тирана, то есть позиция у него кривейшая была, и Хэппи, конечно, все разваливает, я думаю, сейчас он дожмет просто оппонента своего. Ну, тут Хэппи, конечно же, разбирает, судя по всему, Ну, это 1-0, ребята, так и есть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, все четверть финала известны. Юник Стеранвик играет параллельно, дальше я буду стримить Касса Стрэнджа, Блай против Контролла будет стримиться Грома Ронталом. И в данный момент он Юник Стеранвик стримит, я так понимаю. Кстати, Контролл, это 7Х Контролл, который в первой Старкрафт играл, насколько я понимаю. Немножечко во второй, потом он ушел в армию. И вот теперь играет, опять же, в лот. Вот. 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 Так, блин, в скайпе вот эти сообщения висящие. Не пофиксило себе прищу. Ну что. У Льрена карта, вторая достраивается хата у Изи. Хэппи через Рипера играет на Бараке. Лава пошла. Барак улетает дальше, чтобы освободить место. И в случае необходимости здесь бункер будет на рампе запилен. Очень сильно Хэппи Кэш контролит этим Рипером первым. Нерабочих хотя бы лингов повредил. Так, здесь королеву пытается принять. Но Рипер уходит вниз и при этом всё, Мизи даже инъекцию не сделал. Ну опять трёх лингов, кстати, как и в прошлой игре потерял. Ну, муф лингом делается и продолжает собираться гааса. Вот это уже интересно. Эволюшн пошёл. Очень интересно. Уж не ревчик Алистрата, которого Минато тоже исполнял. С передропом, может быть, кстати говоря. Королеву лингов. Кстати, кстати, смотрите. Муф овером делается, между прочим. Сейчас Хэппи спалит Эволюшн и поймёт, что же здесь происходит такое. Королева ещё строится. Нужно принимать Рипера куда-то... Ну ё-моё, Изи. Что ж такое-то? Ещё и Рипер улетит возьмёт. Да, отсюда давайте. Нет, не так. Просто ему будет улететь. Хэппи просто гонщик какой-то. Просто гонщик какой-то. Ну, два-то овера вон где висят. Вообще непонятно где. Вижу один Морфидс, а сейчас один вот тут рядом. Так, линги прибегают. Ещё два гелёнчика у Хэппи. Нужно лингов не отдавать. Сейчас плюс два овера будут ещё готовы. Вот ещё один висит. Четыре королевы можно в этого овера запихнуть, например. Плюс несколько лингов ещё в каких-то двух оверов. Полетели. Полетели оверы, но я не понимаю, что делает сейчас Изи. Три королевы всего в дропчике летят. А линги-то что? Как линги-то будут напрягать? Здесь там бункер на хайграунде есть. Вот в чём проблема. Бункер просто не с чем убивать. Доходит Изи. Между прочим, лингами ворвался. Хэлбатов Хэппи трансформируют. Ну, а что здесь хэлбаты сделают? Здесь четыре королевы, обратите внимание. Но бункер успел вычинивать. Успел начать у нас. Товарищ Хэппич. Линги пробегают на мейн. 54-38. Интересный такой билл, кстати, демонстрирует нам Изи сейчас. Очень сильно напрягает. КСМ-ки падают везде. Линги строятся. Линги строятся. Нужно королеву уводить сейчас. Ну что? Будет ли продолжение? Как это харасса? Ну, парабам-то всё равно ровная ситуация сейчас. Обратите внимание. Королевы на мэне. Хэлбаты трансформируются. Маленькие здесь есть. Ну что? Беллингами надо врываться. Бункер пробивать. И заходить лингами наверх. Ещё 6 беллингов делается сейчас. Вот заходят беллинги. Минус бункер, минус всё. Здесь линги пробегают внутрь сейчас. Ещё 6 беллингов скоро придут сюда. Нужно их срочно подождать. И тогда можно будет хэлбатов взорвать вместе с беллингами и лингами. Королевы дропаются. Так. Линги на 2 хэлбатов накидываются. Не так просто их забрать. Даже 2 беллинги где-то вдалеке. Линги отдаются без беллингов. Что же ты делаешь-то сейчас? Изи. Так. Ну, всё равно беллинги очень жёстко взрывать. Королевы всё ближе и ближе. Трансьюзы нужно кидать идеальные. Трансьюзы кидаются. Но не так-то просто. Хэлбаты падают. КСМ кинестуются. Одна королева погибла. Не идеально затрансьюзивался здесь Изи. Но линги всё подходит и подходит. Королеву нужно увести сейчас. Ещё один плюс хэлбат. Здесь вышел у хэпище. 2.4.50. Судя по всему, всё-таки Изи здесь додавит. Ну что же, интересная такая элегантная страта, я бы сказал. И, кроме как у нас, я нигде её и не видел-то особо. Кстати, нужно не дать сесть в СЦ-шки сейчас. А, здесь она мимо вообще, кажется, сидит. Так и так. Заходят вейны. Хэлбаты две штучки. Но лингов слишком много. И, к сожалению, хэпи здесь не сдерживает этот гигантский напор просто. Как бы чудом он, каким бы чудесами он контроля здесь не занимался. ГГ-1-1. Изи молодец. Г-1-1. Г-1-2. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил ДимаTorzok Еще один нидус пошел на хайграунд Депушки падают Ухэппи методично так выбивать сейчас либератора танками Видно что опыт против этих нидусов уже просто гигантский ухэппи И посмотрите, он как поломал сейчас всё здесь. И уже Изи вынужден сесть, чтобы не сюда. В Нидус он садится и уходит наоборот. Слишком много хэппи Нидусами ломали. Вот поэтому-то, собственно, здесь он отбил. Так, прилетают Либераторы. Можно разложиться так, чтобы очень большую зону перекрыть, кстати говоря. Королева заходит в рейндж из каста. Ну, второй зато здесь очень неплохо. Хотя, как же, два дрона всего лишь минус ну. Можно на вторую базу слетать. Здесь ничего нету пока. Здесь королева тоже. Ну, кстати, они не могут в рейндж в эти, в сайте, вот этот. Хорошо ставить сейчас Либератор. Ну, хэппич. В общем, Изи всё равно его прогнал. 1-1 грейды пошли. Вот здесь у хэппи очень долгий выход. Стим идёт, и только-только стимпак заказан. Грейды у Изи, кстати, в этой игре раньше, чем у хэппи. Это, безусловно, для зерга очень отрадный такой факт, так как можно какие-то тайминги словить, будет попытаться. Но будет ли пытаться, вот чумак вот здесь. Ещё два Либератора. Ну, тут хэппич собирается всю мейн понапрягать ещё. Так, на всю минеральную линию прям раскладывается. Королева зашла. Получила не слабо тут, она получила. Вот сейчас хэппи сложился, зря. Можно было ещё жёстче надэмажить. Королева пытается уйти. Но уйти-то ушла, но как бы нужно доставать отсюда. И здесь Либератор тоже есть, офигеть. Везде напряг, мейн не добывается, вторая не добывается. Ну, вот Реводжеры. Нужно быстрее Реводжера делать против Либераторов. Я не знаю, почему Изи тянул там. Королева минус, личинки минус сейчас будут. Даже коконы тут сбиваются. Реводжеры кастуют. Ну, по одному только Изи попадать. По двум, наверное, было никак и не попасть. Паш, хэппи уже не игнорируют наши турниры. Потому что здесь хорошие гризовые. Да и организация у нас улучшилась. Ой, Либератор, ой, Либератор. Билл с хэппи глюл, там какие-то мэпхакеры там были. Ну, теперь, видимо, мэпхакеров нет. Якобы мэпхакера. Минус Либератор. Танки здесь ещё жёстко. Ну, тут одними, посмотрите, Либератора. Одним харасом просто хэппи изи убил. Посмотрите на лимиты просто сейчас. Это же жесть. Нет никакой возможности у Зерга. Хотя нет, у него ресурс много минералов. Не хватает уставинных за харасом. Нет возможности 2.2 заказать у Изи. А хэппи 2.2 сейчас закажет. Короче, печаль просто полная. Очень жёстко, конечно, здесь ими-то напрягает. Он всё свои силы тратит на то, чтобы сейчас отбиться. Но это невозможно сделать. Просто даже вот эти два танка. Просто не прогнать ему. Фух. А в это время 2.2, щиты. Армори плюс один пошло. Здесь всё вмещится. Четвёртая СЦ-шка. При этом всём хэппи до сих пор летает. Старайтесь, ты увидишь постоянные потери здесь есть. Вот они потери, посмотрите. 2.100 на 5.200. В 2.5 раза больше потери. 5.300 королев. Газ отбивается в хэппи. Прекрати же ты это уже. Ну что, Изи думает, что же мне делать сейчас? Что же делать? В атаку может пойти на оклики отдаться. Но он же понимает, что это отдача скорее всего. Ну, в атаку идёт в итоге. Или куда идёт у нас. Я не знаю. 180 хэппи на 137 изи. Боевого лимита больше. Грэдэ одинаковая. Ну и возвращается хэппи двумя танками. Они сейчас ещё в Вороне поучаствуют, скорее всего. Чемпач, хэппи ещё. Фаер был мимо. Только на одного марика попали. Танков невероятное количество. Штук семь здесь было. Ну и хэппи идёт доламывать уже. Здесь минус всё. Вега в ВПГЛ. И сидите, понимая, что ничего не сделать. Так. Так. Блай уже начали. Стрэндж против кассы. Сейчас мы начнём. Надо Стрэнджу написать и кассу. в скайп. Отписал. Надеюсь, среагирует сейчас. Касс здесь. Стрэндж. Пока не знаю где. Так. Биллиант 30. Что за цифры в правом верхнем углу? Ну до этого были. Я просто купил квартиру, где буду с семьёй в итоге жить. Вот. Ну а при этом делать студию буду. С вебкой и так далее. С теми цифрами мы уже... Я уже расквитался. Ну а так как мне скоро 30 лет будет. 15. Ну там дата. Плюс на переезд из кухни в студию. Это уже такое как бы... Решил запилить по примеру тех же цифр. То есть просто и на студию, и на всё про всё как бы. Ну плюс будет видна тенденция, как всё пополняется. ТСМ готов. Так что как-то так. Ну главное с тем... Главное из минусов. Вышел. Это уже хороший подарок на Новый год был. Вот. Продолжение следует... 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 Мне сегодня 30 лет, 15-го, но петь я не буду. Да не, мне вообще сейчас плохо, может до 15-го и не поправлюсь даже. Так, ну что-то у кассы с грейдами какая-то печаль. Привет, Велоцираптор. Я сложно сказать, что здесь и почему, пока сейчас отвлекался. Хара с адептами от Стрэнджа идёт, по экономике Стрэнджа кэш получше. Вижу флитбикон, наверняка для темпистов понемножку добавления против Либераторов как раз таки. Спасибо, Кингал, из тебя. Очень приятно. Всем привет. Двойной дробь на вторую в кармане базу Стрэнджа от кассы идёт. По тонке не успел Стрэндж добавить. Но посмотрите, сколько стоперов они моментально всё здесь разваливают. Нужно пилоны восстановить здесь вот под по тонке, может быть и в минеральной линии. В это время касс делает выход к четвёртому Нексусу. Плюс два Старгейта, то есть это будут Либераторы, как я понимаю. Но касс сейчас с очень-очень плохим таймингом идёт вперёд. Если Стрэндж сейчас не завтыкает жёстко, он... Блин, у него даже камни не пробит. Ну Стрэндж, ну как так, а? Под Линкоса сталкерами ближе. Нексус будет потерян, конечно же, за это время. Позицию не успел Стрэндж занять касс. Либераторами тут всё просто перекрывает. Темпист пошёл, но четвёртый Нексус минус. Хотя грейды вот сейчас 2-2 в 1-0 можно было бы... Можно было бы... Можно было бы... Применить эти, так как 2-2 против 1-0 Тирановского драться. Это очень хороший расклад. Так, где стабилизатор стреляет, кривовато он стреляет. А вот эти вот уже лучше значительно. Хотя нет, только один тоже. Попало из-под Либераторов, нужно уйти. Опять же, какую позицию у касс хорошую занял? Так, одному тут Суню успокоится никак. Я смотрю всё. Придётся успокоить. Так, здесь какие-то... Ага, либо адептики по 4-й СЦ-шку. Так, игру чуть потише. Ну давай чуть потише сделаем. Действительно чуть, просто у меня голос сегодня тихий. Вот в чём дело. В другом браузере. Ну как вариант, можно, да, в другом открыть. Ну, хотя да, на рестриме я всё равно 60 фпс уберу. Просто если слишком много вкладок открыто, вот из игры к 60 фпс может немножечко проседать проц как бы с рестримом, где 30 фпс будет. Можно, в принципе, сколько угодно открывать всего. Так, ну что, темпестов много у Стрэнджа, но у касса очень много лимита, обратите внимание. И дробчик очень большой. Пошёл медиваки тут как-то... Надо фокус медиваков было делать. Фокус потом пошёл, но как-то поздно. Вот, знаете, кто-то говорил про либераторов темпестов. Да, темпесты, кстати, очень неплохо контрят, но только за счёт того, что они жирные, как бы, сплэша по ним минимум. Сейчас Стрэндж очень хорошо законтролил, кстати, он сплетанул темпестов. Это очень грамотно было с его стороны. И по лимиту, кстати говоря, между прочим, даже вперёд сейчас после этой атаки вырывается. 180 на 160 его пользу. Блин, Стрэндж очень такую зрелую, я бы сказал, игру демонстрирует в последнее время, осознанную. То есть он понимает, что делает, а исполнение у него на хорошем уровне всегда присутствовало. И это очень круто. Потери у него меньше сейчас. АПМ хорошие у Стрэнджа. Кстати, у кассы 240 тоже. Что такое? Дэмэж маленький от темпестов? Ну как маленький? Ой-ой-ой! Смотрите, Стрэндж успевает законтроливать здесь всё очень плохо. Но вот агрессивный блинк, мне кажется, лишним был абсолютно сейчас как-то. Так, адепты падают. Спросите, не адепты. Дестабилизаторы, конечно же, падают. Зачем было блинкаться-то под этих либераторов сейчас в Стрэнджа? Не понимаю. Но прирост всё ещё идёт. И с темпестами кассу нечем. Как было нечем, так и сейчас до сих пор нечем разговаривать. Нужно зайти в рейндж сейчас. Всего-всего. Либераторов касс кто-то увёл. Сейчас кто он их увёл и почему? Кстати, это самый хороший вопрос. Так, здесь марики подставляются с приростом выходящих. Либераторы идут вперёд без раскладки. Нет, они вообще здесь бесполезны. Темпесты, конечно, их сблевают. Слишком много темпестов. Вот как нужно контрить либераторов, ребятки. Вот как нужно контрить. Да, исполнение может не хэппи было от касса, но Стрэндж всё сильно сделал, очень сильно. Мне нравится, как он играет в последнее время. Так, жду следующую игру. Вот так вот. 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 так как все это летает ну что неплохо каст тут либератором ворвался 4 пробки минус сталкер минус здесь нужно уходить конечно отсюда до минеральной линии не достает а это самое главное каст ближе немножечко подлетает стрэндж реагирует поздно все-таки либератора ценой сталкер убивает конечно жесткий ема стоит так дешево и буквально секунду кусичную сразу минус сталкер просто например ничего не поделаешь с шарликом круто поздравил но в будущем буду не только с шарликом поздравлять просто реально и тогда уже болел немножечко сейчас жестче еще начал болеть усталость накопилась такой вид он у меня был еле еле не мог не поздравить меня попросили аспирант попросил чтобы что-то сделать я то вообще не хотел ничего снимать даже так а у апсервер улетает если встретиться цешка стрэндж пытается внизу развалить касса все-таки щитов у мариков нет до сих пор как тут пытается сталкер покусить ошибочное решение абсолютно почему же что адепты ох и минус медивак адепты очень жестко тут развалили касса юнитов и стрэндж вырывает вперед по лимиту но стрэнджа боевого больше намного у касса же третья цешка сейчас будет готова у стрэнджа третий никсус так и не заказан у стрэндж сталкеры плюс пару адептов идет вперед призма залетает к мэйну сейчас и возможно стрэнджу получится как-то развести касса сейчас я не знаю получится или нет сейчас сталкеры придут плюс три адепты сюда можно посадить на самом деле заходит через шифт стрэндж на мэйн адептики варпятся пытается касс призму зафокусить не так то просто это сделать но вот в итоге призма минус но марики падают сейчас так стрэндж агрессивно подлинку сопытался медивак упустить не так просто это оказалось реактор на старпортах выбивает часть адептов на вторую базу заводит очень похоже на печальный расклад для касса какой-то либератор вылетает нужно зафокусить стрэндж это делает дфк улыбается ищет г.г. хорош стрэндж вообще очень четко отыграл демонстрирует о том что он был вышел уже в самый топ так ну что в селе четверть финала отыграны вот хороший вопрос здесь возникает у меня аркадий фикашин поддержал ваш канал на сумму тысячи рублей ровно в мишечке так ганюшечки спасибо тебе большое аркадий фикашин очень приятно я бы пытаюсь выяснить сыграл ли было одну четвертую вот ребят всем при всем большое спасибо жизнь ли блайн не сыграл одну четвертую мы пока не будем хэппи тиран вик начинать игру ну и Ну что? Ну что? Так, ну что? Кстати, Блайстренч принципиальная битва. Блайстренч Блайстренч Так, спасибо Аркаднификэйшн тебе еще раз. Спасибо, ребят, всем большое за поддержку. Блайстренч на долги пойдет плюс на покупку вебки кресла в перспективе какого-то нормального. Ну, к концу января планирую переехать я уже с кухни. Ну, нужно поправиться для начала, иначе печально все. Посмотрите, что делает большой босс. Он же Теранвик вслепую просто. Вслепую такие вещи делает опасные против Хепича. У Хепича один барак рипер, и у Хепича бункер пошел сейчас. Хепич понимает, что это может быть какой-то прокси. Что значит плюс 40 руб сверху? Плюс 40 руб это не через ГГ-плеер. Вот то, что приходит ко мне. Мне просто неудобно суммировать, поэтому я так и пишу. Ну, на Яндекс вы мата прислал 40 сегодня. Ну что, рипер прилетает. Теранвиковский. Убеждает Хепичу, не понимаю. Минус рипер. Хепич еще первого рипера умудряет с каким-то образом потерять. Теранвик на мейнзах ходит. Здесь уже ксмки начинают карать. Второй рипер прилетел. Гранатку нужно выставлять. Ё-моё, тут три барака в один барак. Тут, по-моему, для Хепи просто печальное. Начало очень. Это может быть ГГшечка. Как же тут Теранвик жестко все делает. Потери открываем. Потери вы видите сами. Здесь Марик, всего лишь один. Три барака рипера. Ну а что, вслепую. На самом деле это работает. Ведь это же лотовы. Риперы невероятно сильны. Уже Гиллион даже не успеет выйти. Абсолютно точно. Четвертый рипер прилетает. 1-0 Теранвик. Ребят, вот такое вот начало неожиданное. Вот тебе и три барака рипера. Это реально работает. Но ещё не вечер, конечно же. Потому что Хепи может... Хепи может в ответочку что-то сейчас предпринять. И я не думаю, что второй раз такое зайдёт. Хотя... Хотя может ведь и зайти. Так, не знаю, кто там третий. Так, нужно будет какой-то перерывчик. сделать, прополоскать на рот немножечко. Ну что, 1-0 Теранвик ведёт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, спиритолог. Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, Даша отписал тут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как в песенке прям. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь тоже самое, кстати 3 риперы и гелионы у нас у Теренвика делаются Но идентичные абсолютно билды Но у Теренвика все на несколько секунд Как-то прям пораньше Не считая у риперов У Хэппи пораньше немножко Но медивак здесь будет раньше явно Так, второй гелиончик приехал Сейчас Хэппи может вперед пойти Вот этими юнитами И Теренвику не поздоровится Тогда, конечно, что и делает Хэппи Посмотрите, Теренвик кидает гранат Курас кидает гранат Q2 Но теряет и рипера И сейчас и гелиончик может потерять Здесь гранатка на ход к Хэппи еще Неплохо, Теренвик надемеджил Можно еще гранатку выставить Неплохой контроль в это время еще И медивак прилетает 42, 35, лимита как-то Теренвика больше Что самое интересное ЦЦ пошла Пока все более четко У него по потерям очень... Да, вообще одинаковые потери абсолютно У Хэппи еще ЦЦ на хайграунде То есть Хэппи очень сильно перестраховывается И за это Теренвик может выйти вперед Сейчас именно поэкономически И им будет тяжеловато Хэппи тогда Ну, правда, гелионы здесь демеджные Вот этот дробь навряд ли что-либо сделает А Хэппи что у нас? Хэппи тоже, наверное, полетит в итоге Непонятные сейчас вещи абсолютно для меня делает Теренвик Вот у тебя есть медивак, зачем же ты приходишь вот сюда вообще? Я не понимаю, зачем Теренвик сюда пришел Чудом улетел вообще гелиончиками Нужно уходить сейчас Теренвику Ну, с хайграунда принимает он здесь бой Так, минус циклон Медивак полудохлый Марика здесь нету Вот один только Малик здесь был Улетает Теренвик Пурабам В итоге Больше на три рабочих Теренвика Боевой лимит одинаковый Ну, Хэппи полетел сам А что это такое? Фига себе дроп такой грозный просто Я чувствую, что таким дропом Сейчас Хэппи реально выиграет эту игру А, он ловил, посмотрите Красный Марик формал красного медерака Теренвика, красавчик Хэппи Вот это было очень четко, конечно Но, тем временем, здесь начинает добываться Вторая база у Теренвика У Хэппи она только на хайграунде сидит Рабов уже три штучки разницы Здесь орбиталка не готова У Хэппи еще там по две ксмки уже строятся У Теренвика стимпака здесь еще даже Ё-моё, здесь еще даже до готовности бараков На которых лабы будет Порядочном времени Но, если Теренвик все это не реализует То это тоже ничего не значит абсолютно Теренвик молодец Тут как бы он очень четкий контроль Продемонстрировал реально То есть Именно Именно контроль у него и Какая-то уверенность что ли есть Я не знаю, вот он приходит прямо И не стесняется с Хэппи контролить На равных Ну как, конечно, Хэппи там Переконтроливал в некоторых моментах Но, тем не менее, Теренвик При этом всем Основной армии, основного боя Основного боя у Хэппи контроля Наверное, с ним мало кто сравнится Потому что это Вархрафтская тема Но Теренвик просто Не только контроль Он критически много не терял Но у него лучше мультитаск был У него в этом плане было лучше То есть он развивался при этом дома еще Очень хорошо Да и по билду очень неплохо Так, танки сидятся сейчас Что-то там красное минус Сейчас Теренвик, я чуть не понял даже что это было Ах, тут у рель на хайграунде У Хэппи есть медиваки Вот он, посмотрите, он начинает реализовывать Свои медиваки Одна буквально ошибка от Теренвика И все, ничего не сделать Он спускается на муви Отдается снизу Отдается сверху Что же делал? Медивака не было Посмотрите, все, нет медивака Хэппи сразу же начинает разваливать Здесь уже щиты Причем готов Здесь уже вообще все замечательно По грейдам Мариков пытается под танки Теренвик подводить Не так-то просто это Хэппи просто взял и расконтролил Дрогнулся Вот тебе и Хэппи Посмотрите вот Пожалуйста Наспалили Теренвика Хэппи пришел Развалил Просто развалил в лоб сейчас Причем Хэппи Как обычно в своем старом стиле Просто не строит вообще рабочих Посмотрите, у него вообще нет рабочих То есть он опять завис на этом пуше И если Теренвик отобьется У него еще все более-менее Как ни странно будет Подходит еще прирост Тут два танка Марики от Хэппи Стимпак еще не готов У Теренвика Стимпак что? Теренвик Стимпак готов Вот тебе и пожалуйста Контроль битвы все-таки у Хэппи получше Теренвик ждет Здесь непонятно Что здесь Хэппи блочит И он даже не видит Посмотрите Скан на хайграунд Теренвик хочет Танком летать А что он летает? Я чуть не понимаю Тимпак подходит сюда Отдается конечно же Хэппи тоже на стиме Все начинает разваливать 65.82 по лимиту Ну вот у Теренвика такие Тут молодого игрока Реально ошибки Вот он имея преимущество Его Ну вот он не видит его То есть что ли Или же видит Но просто не может Как-то реализовать А у Хэппи же очень четко Вот он пришел У него только там Видит он по танкам преимущество По минивакам Пришел и реализовал сразу же Это нужно уметь делать Если у Теренвика такая чуйка будет С его игрой И как у Хэппи Вот так он четко все будет делать Конечно же он будет просто На высочайшем уровне играть Но сейчас вижу Какая ошибка какие-то Ну нелепые Происходит реально Вот Хэппи у нас Третью ЦС Уже снизу заказывать Насколько я вижу Идет движение рядом У нас второй базы Теренвика Он до тех пор Умудряется держаться Танк перевозит Сюда поближе Нужно аккуратнее выйти Марики все падают и падают Не получается стабилизировать Бзик там пресекает всех экспертов политических пожалуйста Ну Не хочется отвлекаться Мне Если придется то Будет обижаться кто ничто Его выпилили Ну что Передропчик Двойной дроп От Хэппи еще на мэне Приходит Теренвик Обратите внимание После такого прессинга Гигантского Жесточайшего Еще лимит Это вообще Почти одинаковое То есть Хэппи да Больше Ну У Хэппи золото Если Теренвик сейчас ничего не сделает В ответку То это абсолютно точно ЭГГ Но до сих пор Еще что то у нас тут сохраняется Викинга на одного Да я понимаю Теренвик построил Викинга Нужно выгонять отсюда Все эти медиваки Дропы Хэппи дропается Он на вторую базу Теренвик простимпачился Но всех не стимпачил Сейчас Викинг разберется Со всем этим делом Так один медивак выбил Второй К мэйну улетает И путь Кто это сканит то это Теренвик сканит сам себе Чтобы отбиться что ли Или Хэппи Здесь еще один дропчик прилетел Викинг прилетает Но тут на бусте Все улетает Хэппи еще частью умудрился улететь Улететь уже на 30 лимитов больше Намного То есть тут Все вообще хорошо У Хэппи становится Да Контроль, тут в центре идёт. Я думаю, так будет понятно, потому что хочется мне битвы. Смотрите, 165, 129, Теренвик, между прочим, на золото, какой-то базой сейчас вылетел. Откуда она взялась, я даже не понял. Контроль идёт, 1-1, Гордова, 1-1, но у Хэппи делается 2-2. Пришлось продемонстрировать мультитаск. Если придётся ещё раз демонстрировать, то будет выпил надолго. Так как я болен, и энергию свою тратить на это просто не хочу. Ну что, Хэппи продолжает прессовать, 141, 189. Хорош, так, Теренвик дропает, успевает позицию раньше, чем Хэппи занять. Блин, если он эту игру вытащит, это будет чудо. Так, секундочку, Теренвик попросил, что-то случилось, не знаю что. Сапплай блок у Теренвика нужно либо кидать сейчас мулы в депошки, либо... так, две заказаны, но лучше кинуть мулы обязательно в такой ситуации сюда. Экстра-сапплай. Почему? Потому что слишком долго продакшена иначе не будет просто сейчас. Сейчас Теренвик как-то не очень танки дропает свои. У Хэппи больше, но часть танков Хэппи вообще не дерётся. И Хэппи разваливает Теренвика за счёт лучшей позиции, даже... Даже не дождавшись грейдов 2-2 сейчас это делает Теренвик ГГ... Хэппи, простите, ГГ Теренвик пишет 1-1. Третья игра нам нужна, ребята. Теренвик. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, ребят, сейчас, секундочку Спасибо за субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Игра эта практически слита Посмотрите, потому что на минералы Но высвобождается некоторое количество ресурсов Сейчас, простите, меня тут просто немножечко отвлекли Ресурсы высвободились сейчас И сразу ЦЦ-шку ставит Сиренвик, но у Хэппи это факта уже... Ой, у Хэппи уже факта почти готова Здесь еще даже бараки не готовы Конечно же, это просто беда Я не знаю, почему он не попытался ни одного достроить Мариков Хэппи сразу вперед выводит И Гелленчик будет добавлен Давайте даже и в Пенечку посмотрим Ну что, здесь напиливает Хэппи, пытается везде Марик всего один Сейчас будет А у Хэппи три приходит Марик И четвертый идет сюда Гелленчик Старпорт и один Гелленчик уже ей Ошибка от Теренвика Ему нужно... Вот если бы он здесь бункер запилил И ЦЦ-шка бы доделалась Для него был бы хоть какой-то шанс Ну... Так, здесь три Марика приходят Минус Марик Минус КСМ-ка ЦЦ-шка в итоге не достроена Нужно сейчас с КСМ-ами будет драться А здесь еще один Марик плюс Геллен Это разгром просто сейчас будет Конечно же Гай-гай пишет Теренвик и Хэппи выходит в финал Вот, посмотрите Первую игру взял Просто три барака пытался Марик и Теренвик Хэппи зачистить Но вот молодой не чувствует, как Хэппи обыграть В макро тяжело все-таки Теренвик Хэппи Так, ну что, Блайфстрендж нужно начинать Нам сейчас игру Привет, Археоптерикс Тебя тоже как отпраздновал, да? У друга был Как обычно Короче говоря Что-то мне больше таких празднований не хочется Мне хочется поправиться Теперь уже приболел я Так что, ребят Ждем второго полуфинала Блайфстрендж Так что, если я немножечко как бы тихо говорю Плюс иногда отвлекаюсь Я болен очень сильно, но я думал, что вообще как бы может быть не стримить Nation Wars я обязан стримить Поэтому через силу это все делаю Так что, спасибо за внимание Ждем продолжения Турнир есть на главной странице Можете его увидеть Сейчас я, ребят, отойду Можно в туалет сходить Аминь 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 Продолжение следует... 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 Ну что, контроль идёт, так, сейчас звуки проверю, да, всё в порядке. Пилончиком Стрэндж Блайю вторую заблочил, сам Нексус ставит, причём Нексус, кстати, до барака, то есть Стрэндж халявит. Блайй вынужден будет убивать пилон и ставить третью, как обычно, наверняка, Блайй закажет лингов, штука шесть. Ну это на самом деле для Продсу плюс, я считаю, абсолютно причём плюс. Голосовалочка пошла, она главная. Сейчас отбаян ещё. Можете голосовать. Сэ-20 тебя тоже, Сакхалин, что-то ты хотел написать. Или это ты случайно, походу, написал. Уже два Линга Дрона, ещё два Линга Сплэйс, четыре. Будет Стрэндж уводит пробку домой, один Линг не способен её убить. Почему? Потому что между его укусами начинаются регениться поля, начинают. И если Стрэндж нормально будет уходить, сейчас домой, то он пробку уведёт. Хотя можно и вот так вот, чтобы Линг подольше шёл, обвести его через низ и уже привести к двум адептам, которые буквально через несколько секунд будут готовы. Ну Блайй тремя Лингами в правильном направлении бежит. Так, Блайй отменял Хатву, а где Блайй Хатву отменял, я чуть непонятно. Этот момент я пропустил. Зашу прощением, пока отвлекался. Так, здесь Линг один на мейн заходит. Ну, нужно его принять, конечно. Ну, адептами тяжело будет сделать. Стрэндж на... Блайй поставил Хатву здесь и отменил. Но это значит мисклик был, надо будет потом пересмотреть просто. Плюс два сталкера Стрэнджа. Пилончик минеральной линии есть на второй базе. Ещё один пилончик пошёл ближе к Рампе. Здесь у нас Овер залетает. Оверы, кстати, можно встретить было бы двумя сталкерами, но не собирается его пока делать. Лейер у Блая прошёл. Здесь стеночка сейчас готова уже. Нужно спускать адептов. Здесь Овер залетает. Блайя нужно заметить, что сталкер здесь стоит. Блайя замечает, реагирует очень вовремя. Стрэндж не спалил здесь ничего. Так, адепт, код А, ближе к Ксилнаге телепортируется адепт. Нужно поставить вот за Ксилнагу, что здесь нету такого пространства. Нет, здесь, наверное, такого. Почему? Есть пространство, клинки-то оббежали. Значит, можно вот как Зилка заводить, просто вот сюда вот ставить, и тогда только два линга с одной и с другой стороны будут грызть. Но всё равно тут лингов достаточно было, они сгрызли бы его. Ну, можно было бы побольше убить, а все мелочи такие решают. Никсу ставит, Стрэндж третий. Грубо плюс два гейта. Криво было, я поставил, наверное, да, поэтому так и получилось. Ну, это называется высший уровень, то есть, если ты круто играешь, видишь, что оппонент косячит, конечно же, за это нужно наказывать, что Стрэндж и сделал, соответственно. То есть, тут это просто реакция, это элементарно всё происходит. Но не все успевают грамотно делать так. Так, Стрэндж делает какой-то выход небольшой. Сейчас роучи у Глая делается в линк, минус криптумора. Роучи достаточно много, я скажу, 18 роучи. Ой-ой-ой, сейчас Стрэндж может отдаться. У Глая здесь как-то, ну, очень много. И, что самое главное, Стрэндж идёт без Мазеркора вперёд. Это, мне кажется, очень подозрительным моментом. Филды против роучи хорошие, но сзади-то группа роучей, которую ничем Стрэндж вообще законтрить не может. Я вообще не знаю, зачем он сюда пришёл. Мазеркора не взял. Теряет всю свою армию. Это ужасный, просто ужасный выход. Смотрите, на лимит 68-131. Сейчас просто Блай придёт и убьёт Стрэндж. В лоб я в этом не сомневаюсь. Да, приходят роучи. Пилоны здесь, конечно, есть. И у Мазеркора энергии достаточно много, но это не спасёт в итоге Стрэндж. Филд пошёл на рампу. Роучи всё больше и больше приходят. Здесь пилонов много, но и энергия-то не бесконечная. Мазеркора вам честно скажу, ребят. Здесь нужно на оверчаже на все пилоны выставлять. Вот ещё один пилон Чистый Стрэндж. Неужели ты не видишь? Здесь пилон сейчас минус гит и отключится. Три штуки. Тоже ключевой момент. 1-0 Блай, ребят. Это точно, абсолютно. Это абсолютно очевидно, что не получается. Ты можешь отбиться, несмотря на вот такие ошибки от Блая в начале. Пошёл он уайт, от Стрэнджа захожу. Деволт, спасибо, кстати, за премиум. Стрэнджа захожу. Ну, честно говоря, вот если бы Стрэндж сделал тот же самый выход с Мазеркором, он просто увидел бы всех этих роущей, телепорт бы домой сделал и мог бы ещё и отбиться, в принципе. Но Стрэндж очень странно. Просто пошёл, отдал всё. Ни Мазеркора, ничего там не было. Ну, всё. Всё. Продолжение следует... Так, клон 631. Сбер, они... Я же говорил, Сбер все закрыт как бы полностью. Есть Тинькова карта, она в описании. Сбер я собираюсь не визу просто обычную оформить, но уже, соответственно, как бы после праздника он заработает. Ну и больной я это тоже делать не буду. Так что на Тиньков она такая же MasterCard. Я думаю, что изи на нее можно засылать. Плюс, если желание есть, через плеер или как-нибудь еще. Все, в описании они там есть, Синьковская и так далее... Ну что, нет, Стрэнджи первый, опять же, Ну, карта позволяет, а почему бы нет? Похвалил, да, ты прав. Ой... Ломали со мной нос капнул. такая болеть не очень как круто было к мелкий был дайте не надо ничего не делать можно у 3х от 2 ну на nation wars будет попроще там не хотя бы кликать не нужно будет шустрим по клин фидов как и раньше так что мне мышку особо и трогать не надо будет джип и тебя с новым годом всех с новым годом ребят что в этот раз зилка добавляет стрэндж и сталкера после зилка делать 2 даже сталкеров без адептов вообще опенинг была я очень ранее 3 но тут стан вот это стандартными ублая без газов zvp я уже не раз видел ну как надо наказывать время да и именно поэтому закрыл плюс ну не буду греться там главный сбери просто из одного его интервью посмотрела и подумал вот и урод принял решение закрыть но на самом деле в плане конечно качество там лучше гораздо там сообщение можно присылать а здесь нет не суть вопроса не суть вопроса я сделаю сбер обычную карту ну что кстати интерес какой-то билд знаете у стрэнджа выход 4 сталкера зилок и кстати я уверен что это даже подстройка именно под блаевский билд почему пищит потому что потому что угла ему раннего нет прекрасно понимает он знает что было без газа любит начинать вот приходит эти проблемы было уже сейчас пошли учет и стрэндж уходит минусу это контролить больше даже нигде не надо умера минусу и стрэндж саблая блоку угла нет вообще угла и иногда оверов настроена с перебором многие из-за этого его и претендовали даже и я в том числе иногда просто он заказывать шесть оверов вот на таких стадиях когда это не ну не нужно такое гигантское количество просто еще одного уровня минусу и стрэндж но сейчас то получается что хорошо что угла оверов с перебором было в него даже ни разу саплай блок не возникать а два овера он потерял третий нексу здесь два пилончик у стрэндж лимит абсолютно одинаковый парабан тоже очень близко есть уже блинку стрэнджа они вру блинка нет другой игрой попутал заказан сначала адептом на скорость атаки резонирующий глеб так называемая есть них тут готов пробки переводится так здесь по 16 остается правильно сделал что называется 53 58 по лимиту здесь такая стеночка из гейтов кстати да вот здесь вот можно здесь вот сюда стенку доделать как бы ну вот с этой страны посмотрите юнита 2 и здесь стоят но вот отсюда за принципе в принципе нормально конечно же nation wars будет он будет 18 00 начинаться ну что в лая четвертая хата вижу гидроден вижу муф роучем у лимиту впереди ночь каблоди спорку одну ставят но сейчас тут юнитов не так уж и много у него и стрэндж с призмой выдвигается вперед у него плюс еще два гейта гейтов кстати много у стрэнджа гейтов девять штук девять гейтов сейчас будет это на блинке пуш девяти гейтов уйдет сейчас со стороны стрэнджа но правда на 00 грейдах я не понимаю почему просто сейчас так вот не любят хотя бы одну атаку сделать при таком армии особенно блинк сталкера это очень важно и очень нужно как здесь контроль идет сталкеры все живут расконтроливает стрэндж блая по лимиту вообще ровно практически становится ну трех базовый блинк пуш и сейчас блайне готов к нему оказался люра и нету гидры нету роуч тоже недостаточно здесь очень много сталкера продать сантрей утра лиджеров тоже не было да может сразу первые битвы были что пилы он снял против тех же роучи например и может быть хотя бы лая четверо много посмотрите по стрэндж в течение контроля этот по фаерболам ходят сантрей сталкера депут там врываются куда они врывают все адепты все минус и как-то несмотря на до этого хорошее начало со стороны стрэнджа сейчас бы его разваливает я не вижу просто блин контроля где вообще элементарный блин контроль призма минус но 4117 но стрэндж четвертую была минус у меня рабочих больше уходит назад сейчас наконец плюс один заказывать был плюс 2 я думаю стрэндж убил бы здесь ну плюс 2 конечно не просто было бы сделать плюс 1 можно уже в этой атаке было бы иметь ему great лимиты очень близки рабов стрэнджа больше добавляют имморталов зелков всего-всего но и и и и и и Есть люра уже у Блайчика Пока вижу 5 штук по моему Да больше здесь нет Еще 2 морфица Будет 7 очень скоро Четвертый вот занял на 9 часах Здесь тоже базу восстанавливает понемножечку Делается хай в коготь Это видимо выход в ультру Без грейдов вообще со стороны Блая Ну Стрэнджер Смол грейдов Так себе я бы сказал Так отходит Стрэндж сейчас назад Блай пытается прессовать Люры очень много Но люра где-то сзади Один филк не дает ей вперед пройти Есть ли у Стрэнджа апсервер Хороший вопрос вообще Он есть Но он почему-то вообще непонятно где висит Нужно подвести его Стрэнджу вперед срочно Собирается Стрэндж ворваться В люру ворвался Но такие агрессивные блинки в люру Это мягко говоря не очень Почему? Потому что в люру нужно Одного сталкера, двух блинкнуться И уходить от нее Чтоб она стреляла в этом направлении А когда ты просто рядом под блинкнулся Она так же с флэшем по тебе будет попадать И Блая разваливает здесь Стрэнджа Причем очень жестко Ошибка контроля сейчас Нельзя, нельзя вот так вот именно в люру урываться Здесь позицию Блая удал занять Во-первых, ну что можно было сделать Часть вот так вот как-то сбоку обойти И вот здесь вот именно выманивать Выстрелы эти То есть как в первом Старкрафте Маленькие взад-вперед бегаешь Люра, Коля, мимо летят Кажется просто подлинулся Всего с флэшем по всем попадало Блай дожимает 85-140, блин, там уже ультралы какие-то строятся Даже ультралов Блая не надо Грейды нулевые Ну у Стрэнджа тоже всего лишь плюс Атака одна То есть грейды слабенькие Да, есть 4 Дарка здесь Ну а дальше что? Так, Дарки сзади наламываются на Блая Где-то Апсервер сзади вообще Стрэндж подведи Апсервер Это сюда Дарков все больше и больше Дарки разваливают, конечно же Блая Все, ну где они были во время замеса? Вот здесь, может быть Даркшайна, конечно, не было Четыре Дарка к Блаю на Мэль летит Ну знаете, здесь ничего нету вообще Можно хайв попытаться забрать Но здесь все печально Мэйн кончился Вторая, ну хотя не Еще ресурсы есть Как-то чудо он здесь поднамасится Может что и получится с Блай такими Нелепыми вот выходами будет Сейчас заниматься Райт клик Хайв нужно делать Да, это и делает у нас Стрэндж Иммортал зато здесь отдал И это очень печально Потому что он должен был ультрала разваливать Здесь Иммортал на муве очередной выходит Куда же ты идешь тут, друг Иммортал? Так, минус ультрал Все-таки забрал 125 на 90 Лимит почти одинаковый становится Посмотрите, Стрэнджу нужно забирать Тут ультралис, Кеверн Очень важное здание Так, рабы падают Офигеть Блай просто не готов к этому врыву Посмотрите, Стрэндж разваливает Вообще все К чертовой матери здесь Блай Парабам впереди в итоге Это шанс для него Единственный, наверное, шанс Но Где призма вообще? Дарки что-то тупят Как-то ходят Нужно расплитись Сейчас на вторую базу врыва Дарка идет Здесь Блай все-таки отбился Вот ультралис, Кеверн Зря сейчас Стрэндж не убил Ведь хайва нету И ультрала бы не смог Блай Очень долгое время строить В итоге бы Здесь дарки что-то бегают На дальней базе врыва нету Нужно идти туда Здесь Дарк опять же обходит Можно вот в карман прийти Попытаться развалить Блай забирается Вот здесь проблема будет Вынужден Блай возвращаться Сейчас будет Офигеть Сколько рабочих погибло 38 Причем Все эти рабы погибли Ну практически все Я думаю сейчас При врыве дарков этих Пул можно попытаться Забрать Например Дарк уходит Ну тут уже не жилец Наверное надо было Райкликом в пул Бить Если Блай крип не восстановит Он все равно догорит здесь Ну вы поняли Без крипа Без крипа Ну что 144 112 3 иммортала 5 архонов 4 иммортала 5 архонов Блай идет вперед У него реводжеров В общем у него микс сильный Есть люра Ё-моё Люры здесь много Кстати 5 штук Аккуратнее Нужно у стрэнджа Пошла атака 2 Несмотря на то Что у стрэнджа вроде как Поднакопилось Юнитов Таких не слабых Много Но Здесь слишком большой люмит И люра Под ультралами Она вообще хорошо себя чувствует Разве что Сейчас разных сторон Получится стрэнджу ворваться Но я все равно вижу Что Недостаточно этого То что есть у стрэнджа Для того чтобы Просто так Взять и отбиться Будет стрэндж вперед идти Пошел вперед Боевого лимита Стрэнджа все еще меньше Апсерер где-то сзади Люра вообще не трогается Сейчас процессом Так Ну и морталы Конечно вы даетесь Дэмэдж стрэндж отконтроливает Назад уходит Люра погибла вся Архончик живой Строятся Зилки Там еще И морталы Вообще раздают Здесь просто Замечательно Все Так Все Кончилось Кончились ультралы Хватит ли стрэнджу Правда Стальных юнитов Здесь хороший вопрос Призма Откуда-то Архона привезла Я сам не понял Честно говоря Откуда Мазеркор 37 энергии есть Можно и нужно Ставить Верчажа Но Линги приходят Отгла И все-таки Стрэндж не выдерживает Здесь Хотя Билдса Конечно Тащил Как мог Здесь Но начальные Ошибки не дали В итоге Затащить Вот эти Дарки В итоге Залетели И Конечно Хорошо Все сделали Но Стрэндж Слишком много Дэмэджа Здесь Получил От люры Тогда При той Битве Я говорил Что не надо Так было Делать Ну что Не хватило Все-таки Стрэнджу Напора Былай Против Хэппи Классику Финалу Хотя Лейзер Против Хэппи В последнее Время Классику Финала Стало Так На Яндекс Вижу Тысячу Рублей Без Комментариев Спасибо Большое Это ты Слон Или клон Я не помню Кто там Празберг Кто-то Спрашивал Может быть Оттуда Приходит Спасибо Большое Ребят Очень Приятно За поддержку Большое Спасибо Ну и За премиум Конечно Даром Это Не пропадет Так Сейчас Я буквально Отойду Немножечко Я болен Поэтому Иногда Буду Сегодня Отходить Ну Высморкаться Или что Что там Что там Немножечко Продолжение следует... 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 У меня что-то подобное было. Болело, у меня вообще не сильно горло болело, а сейчас вот когда застудился, вчера просто застудился, вчера я так запылился адски, хотел на Звездные войны пойти в одно жало просто посмотреть, думаю, один день свободный, завтра стримить надо, пацаны не поймут, стримить не будут и на Нейшн Ворсе, да и зрители его тоже, 15 минут на остановке стоял, минут 17 вчера было просто, я в брюках тонких, мне вообще все промерзло, приехал в кино, а сеансы перенесли все с первого, там поменяли местами, там где-то параша просто, там свадьба какая-то там, 8, я просто плюнул, развернулся, уехал домой, приехал и заболел, все, короче, красавец называется. Ну что, 114 на 60 по лимиту, плохо дело у Хэппи, знаете, Блай как развалил его беднягу, но это у Лерена, это Блая, карта, ребят, тут очень тяжело, Хэппи будет что-либо сделать, так что по игру вернуться, посмотрите, там сколько роучей уже строится, это будет роучей реведжерами, нажим еще со стороны Блая, судя по всему. МХ фарш, я понял тебя, просто я этой инфы не видел, то есть раньше было по плану там 2-го, 3-го и 13-го что-то, но в итоге кончится все в онлайне, собственно, я не знаю почему, решение принять, дорого вести там игроков, что ли, или что, как, мутка все еще Харасит, отблая, 66-129. Ну, по поводу антибиотиков, что, ну, если это вирусная, как бы у меня тема, то антибиотики не очень рекомендуется, точнее, не рекомендуется употреблять, а вирусная или нет, я не знаю, ну, судя по что горло красное, без белесой всей вот этой хрени налета, то значит, ну, а вроде оно такое, значит, это, скорее всего, не вирусная. Ну, ладно, посмотрим сейчас, что завтра будет, заходят вот уже у нас влай, роуч и реводжеры атакуют, хэппи, марики, посмотрите, позиция у мариков замечательная, сейчас булани с двух сторон-то разваливать начинают как, ну, хэппи что тут, непонятно, уворачивается от фаерболов, но все-таки уворачивается, один только попал там, но влая слишком много, ребят, здесь, роуч, минку прям в мариков залп выманивает, и в итоге не получится ничего сделать, ну, эгэ, 1.0 лайф. Их один от Звездные войны, сказочка от Диснея, ну, все равно особо достойного сейчас нечего смотреть, пока сам не посмотришь, оценить не сможешь-ка его. А учитывая, что я на компе и где-то вообще фильмы не смотрю, все вот эти говносериалы я не смотрю, которые выходят, это пустая трата времени, вот. Поэтому единственное, где я могу посмотреть, в принципе, в кино-каю посадить. Плюс заодно выйти подышать, как бы. Нет, сегодня будет все, сегодня будет 1.4 на Нейшн Варсе, а завтра полуфиналы и финал. То бишь, никаких онлайн не будет, то есть 13-го числа перед моим днем рождения стрима с онлайн Нейшн Варсов не будет. Ну, будет что-то другое, как бы, там, на праздниках. Что-то другое буду стримить, потом будет небольшой перерыв. Я не следил за намостями на ГГ, спасибо за информацию, Атлант. Даже так, из-за терактов продали слишком мало глядов на ЛАН. Ну да, там же Париж все-таки, и там же в театре проводили все, как бы, ну вот, решили, что, наверное, опасно. Все в шоке там до сих пор. А, между прочим, в том году очень прикольный был такой уютненький театр такой, там, с ложей. Все было очень прикольно там сделано, конечно. Ну, им виднее, как делать. Ублая вторая хата сейчас ставится, хэппи через рипера, опенинг стандартный достаточно-таки. Ну, в любом случае, будет интересно, за Украину сегодня можно будет поболеть. Надеюсь, они будут как-то так. Я понял, Дарлок, я слышал про такие версии. Просто я не знаю, мне, ну, как бы, фантастики мало сейчас выходит. Короче, вот так вот. Вот так вот. Так, чувствую, там ход сгорело. Ну что, рипер начинает харасить. Ублай готов к риперу, и ублай опять же, посмотрите, ублай опять же леер, то есть, ну очень похоже на предыдущую игру. Хэппи сканет, всё прекрасно видит, но ведь можно же не спайр поставить, а руч урон, нидус, например, как такой расклад, неожиданно, да? Блин, ну хэппи к нидусам уже просто невероятно готов сильно. Да, это спайр с 4 газа добавляется. Так, интересный, тут такой выход от хэппи ещё идёт, смотрите. Гиллионы, которые становятся халватами, 6 штук, плюс рипер, плюс 3 марика. Ублай абсолютно нечем это принимать, и кстати, хороший билд от хэппи, спайр контрит целиком и полностью такой билд. Гранатки там кидаются, линги минус, мариков спас. Строится либератор. Ну, я уверен, что Блай получит критический дэмэдж до готовности спайра ещё, это абсолютно точно. Марики, тут один марик отбил со стаи, его не лечат в итоге, уходит Блай наверх. Похоже на 1-1, ребятки, третья хата, там СЦ-шка просите у хэппи, спайр ещё Блай не готов, но 4 муталиска закажет, она дальше, чтобы, смотрите, здесь какая дичь просто идёт и всё ждёт. Королевы падают, рабочие под ударом, дронами с колбатами драться не было, это прохладная история, что называется, полностью причём, прохладная, это даже морозная история, в которую вчера я попал просто. Ну и что, 10 дронов осталось у Блая, все они на второй базе и даже не добывают. Причём Блай видит третью СЦ-шку, здесь уже либератор есть, ещё 2 можно заказать, ГГ, Блай пишет 1-1. Ну что ж, кэфи законтрил, бил Блай сейчас, причём целиком и полностью, что называется. Гринштадт. так нерч приходит сюда ну что ж не жалко принципе нерч уходит хоть пилска исключил что его sounds bird да не как бы сериал то есть нормальная просто мне на это времени нет это пустая фрата времени так у друзейка сижу бывает там вот эти и про меня ходячих мертвецов вот это новое ну весело там до кого достаточно но как по мне дакат какая-то дебилизация вот сидеть круглыми сутками их смотреть нафиг есть гораздо больше да можно выйти просто на улицу тупо воздухом подышать с людьми пообщаться и так за компом постоянно стримы или стрим какой-нибудь смотри на турнира хотя не всегда каком-то в этом плане каш не всегда есть что посмотреть ну не суть вопроса ну что терраса приона карта где золото у нас есть посмотрим как игроки начнут что у нас было будет ставить власть стандартную вторую стоит насколько я понимаю да ну хэппина вряд ли тоже золото будет ставить почему дрона не контрит халбатов блин ну да ху троны не имба а халбат и имба делаем такой вывод просто дроны не могут отбить 5 халбатов под меди вакам какой вывод мы можем из этого сделать халбат и имба как это дрона не могут их отбить вообще тут даже и речи быть не может слишком сильный юнит просто начинает в лайгас добывать пул пошел здесь у нас через рипера опенинг у хэппи и цср сейчас будет заказано так здесь нужно поудобнее сопрано рус нет ничего ничего не смотрел и не собираюсь разве что можете фантастика какая-нибудь крутая будет говорят много там всякой есть интересно но не фильмы даже некая с ну я не смотрю даже фильмы как просто будем с дашей к тут жить может там на квартире иногда будем смотреть я так знаю премьера какая-то есть с тех пор как появились ну стримы в мире прямой эфир фактически и так далее все это мне как то даже не интересно а так ну премьера если это в кино в кино пошел посидел там с женой тогда да ну что в эфир опять ублая причем ты пищ прекрасно это видит рипером что десла оп дроны зафейлились не так то просто хэппи поймать на противоходе словил гранатку королеве под ноги минута как раз таки пробки могут отбить они ее не видят кстати интересно можно королеву сюда скинуть прикиньте она здесь стоит в нее гранатку кидаешь она на вот эту рампу прыгает и что нужно ставить эволюшин делать дроп овером забирать или она будет всю игру здесь стоять просто не знаю не уверен можно ли так так ну неужели неужели других вариантов сейчас нет как играть посмотрите что было делает ну готов ли хэппи хороший вопрос да есть танки из гелиона есть маленький либератор сейчас будет нужно еще один танк заказать сейчас обязательно будет заказать хэппи завтыкал секунд 10 наверно втыкал с танком это такие ошибки могут стоить игры стипишь такое 30 лет кресло вебка 30 лет это 30 лет день рождения кресла это кресло для студии чтоб не сидеть и вебка тоже минус овер ксм ки выходят сейчас начнется прием этого нидуса королевы же успевает выйти и блай даже успевает за транс юзица но от либератора нужно дальше улетать ёма сколько он дэмэджа нанес что за адовый юнит ну конечно же а как еще то есть к стационарное здание куда выходит под его дэмэдж все конечно он должен решать этот либератор хэппи принимает в хлам просто блайя сейчас нидус и просто в холомищу я бы сказал и до сих пор зергам не отбили желание нибусы эти делать вот такие ну я думаю что после вот этой игры как изи дел блайя тоже отобьется желание делать именно так уж мягко говоря не очень получилось а я напомню что у нас сегодня еще nation war of 20 18 простите меня ну что либератора от хэппи вылетают на мэйн раз либератор два либератор королева подставляется ошибка королевы здесь еще есть посмотрите здесь еще есть эти заказанные в личинка в коконах были юнит ну что сложил хэппи еще либератора полетел ко второй базе блайя нужно возвращать на добычу рабочих приходить реводжерами просто отбивать хэппи хитрый одного только на вторую базу повела одного на мэн блайя не реагирует так либератор нет ни минусы на мэне либератор продолжает просто настреливать очень и очень активно раскладывается еще дальше здесь раскладывается блайя среагирует же ты на два направления хэппи просто разваливает нафиг блайя не реагирует вовремя хэппи успевает улететь еще посмотрите хэппи переконтроливает просто жестко улетает хэппи на второй базу да нет смысла уже либератора этого давать так преимущество заполучил гигантское хотя парабам блайя еще пока не в попе в полной что называется более-менее но хэппи одновременно вот у блайя перевелись рабочие хэппи одновременно сэшки перелетает у него тоже ксм оттуда едут поменьше чем у блайя но тем не менее добывать золото почти одновременно начинают по лимиту парабам блайя меньше по лимиту тоже меньше намного дроп юров рабов видел но очень редко такие стратегии как ни странно против и против расы против которой первым 40 люра то только ну как нет люра в первом старка разве что в завозе редко делалось очень редко там завоза всегда линга мута скажи были практически тем не менее она умение интересным не становилось от этого но против процов люра до делалось тоже как бы на оборону но в основном то на против тиранов делалось био как бы здесь же наоборот против тиранов люра редко очень делается потому что очень много ну не только ее контрят танки эти в медиваках увозятся и так далее может быть будущем найдут и применение мне кажется что зря ее недооценивают что тирановскую тирановскую армию может разваливать или где-нибудь тупо в центре на столб нажалом 4 люра закопал тиран идет и ты его убиваешь на прям решает 5 роучий от блайя не хэппи чего боится у него здесь мариков 14 штук 13 штук мариков и 2 медивака роучий с щитами со стимпаком роучий развалил был нафиг роучий 0-0 против 1-1 просто хэппи не видит этого момента блайя пугарой дамы по всему отстает но но это лотов как бы тут сразу не добить а в итоге как бы еще блайя пытается нагнать и не то что нагнал но более-менее ситуация стала такая крыла сверху заходит файрболы кастуются но на золото очень большие проблемы нужно роучий блачку возвращать роучий то он конечно возвращает но марики просто по золоту прошлись из решетили здесь все чё хэппи через шифт рабочий кстати пытается прокликать 35 дронов у блайя остается 4 хэппи отменяет есть у нас блайя чуть пытается роучами прийти под карасин здесь туретка есть и танцы здесь есть роучий минус 10 дронов чё блайя делает чё инфестров делает нужно ой блайя любитель делать инфестров без грейда на энергию поэтому они с пятью здесь все лишь выходит файрболы мимо здесь королева есть на нас все лишь одна четвертая база отменена здесь передроп идет 5 мариков здесь можно вот блайя посмотрите вот пожалуйста построен инфестров все в молоко вообще выкинул инфестернов и даже медивак не убил все бесполезно их 12 лимитов стоит вообще без энергию ни микоза ничего там не будет зараза кхб что-то туда не так делаешь стреляя реводжерами я думаю в чате кто-нибудь подскажет ну что зажал хэппи блайя буквально тут на своем дулате и вот опять инфестерна выкидываются но здесь 33 реводжера крестом это все что есть у блая и конечно же хэппи здесь просто нафиг все убивает файрболы в молоко как будто бы вообще без потерь хэппич дерется по-моему так и есть потери посмотрите 3 700 на 9 800 а 2-1 хэппи против блая нидус не вкатил и все блайя не смог дальше ничего сделать к сожалению ну а как ты сделаешь там такое отставание колоссальное ну что 3 1 ли это от хэппи либо влача соберется и начнет кампичить мы сейчас все это увидим поймем 50 рублей на киви приходит выздоравливай с комментарием спасибо большое ребята очень приятно обязательно выздоровею и обязательно будут стриме на на праздниках ггл пишет блай хэппи пишет хп 21 в пользу счет уже карта центральный протокол если здесь респы по вертикали появляются например например вот здесь вот бы был бай а хэппи здесь либо хэппи был здесь идти зергу пушить ко второй базе просто ну невероятно близко вот чем особенность этой карты но кросс респы почему они идут для защиты не используют будут будущем использовать я думаю посмотрим что сделает блай почему блайя стесняется в макро почему зерге вообще в макро стесняется играть ручьи реваджеры сильные с грейдами просто невероятно линга бейлингов никто не отменял ультралов с их гигантским армором со современным тоже странно что ну корейцы играют нормальная мута линга бейны ультралов вполне все вкатывает кара сейчас можно добавлять в либератор ну конечно да надо идти либераторы гаспища стоит так напрягают но тем не менее проверяет хэппи нет ли здесь овера в разведку пошел да хэппи да новую ксм уводит только строй так варенгейт какую студию еще ничего пока не происходило вообще это все к концу января будет уже там оформлять там надо шкафы передвигать и носить столы как бы и ставить так чтобы вместиться мне там хотя бы хватит собственно и все пока я болен пока у меня с ногой и там пока даша тоже после операции надо еще ведь на ту хату переехать как бы перевести что-то это все не быстрый процесс но я постараюсь к концу января все запилить уже чтобы по крайней мере мы у меня видели и это это Опять лейер от Лая, но что-то я не очень уверен, что это будет Нидус. Что-то мне кажется, Лайер должен был разочароваться в Нидусе в предыдущей игре, ведь слишком хэппи его жестко развалил, этот Нидус. Но я вижу газ на мэне, второй добавляется, на второй базе вообще никаких газов ничего нет. Неужели опять нет? Нет, это спайр от Лая, всё-таки решил спайр сделать. Прилетает хэппи, он видит прекрасно лейер сейчас, и улетает рипером. Посмотрите, Лайер дал всё спалить сейчас. Где у нас будет заказано это здание? Вот оно пошло за минералами сейчас. Рипер летает, так что Лайер его видит. Вот, посмотрите, надо бы нагнать было, но то ли не среагировал, то ли что. Рипер встаёт на третий в итоге спокойно абсолютно. Блайн начинает его искать, вот что значит невнимательность. Он же в рейнже овера летал, нужно было красную точку на карте видеть, просто в этом направлении бежать и всё. Армори, между прочим, у хэппи. Опять, посмотрите, контр-билд против Блая у него получается. Причём опять практически идеально всё это выходит. Правда, без мариков почему-то выхода идёт. 12 лингов заказывает в итоге. Так, королева тупит, одна минус сразу же у Блая. Спайра ещё нет и не будет пока, но медивак в этот раз краснющий, сейчас нужно его срочно отфокусить бы, Блая, этот медивак. Но хэппи не так просто, он не подставляется и 6 хэлбатов, смотрите, попробуйте его 6 хэлбатов, медивак отдаётся. Всё, сейчас будет Блай, конечно, попроще отбиваться. Королева новая строится, рабочие под ударом, нужно отвести немножечко их сейчас. Всё, Блая отбился. В этот раз хэппи, посмотрите, в этот раз всё плохо, отрицательно, конечно. В этот раз контр бил, делал хэппи, как в той игре, когда я выиграл Блая легко на карте «Сумеречные башни». Пуш с хэлбатами, но в этот раз почему-то приехали хэлбаты, а тогда было ещё 3 марика, во-первых, прилетело, во-вторых, там Риппер тоже всё время помогал, не так быстро отдался. Вот, и в этот раз у хэппи ничего не получилось, но дэмэдж-то он Блая всё равно нанёс. И попробую здесь ещё 8 рабочих, не так уж много погибло, но Лингов много погибло, королева. Тут нужно, чтобы у Блая на мутке что-то получилось сделать. Ну, что у Блая получится сделать на мутке, когда тут 4 либератора, уже и туретки везде стоят. И здесь бункер в основном, но, правильно, тоже есть. Так, мутка улетает. Очень жёстко хэппи сейчас с либераторами, с муткой поговорил. Ну, выдвигается вперёд, а вот это уже зря, потому что сейчас зелёненькая мутка просто, смотрите. Хорош, Блай, вообще красавчик, так чтобы сплэш минимизировать, принимает бой с либератора. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, 4 либератора на ровном месте хэппи берёт и отдаёт просто. Хорош, Блай, потерял муталисков 2 штуки против 4 либератора. Вот что называется контроль. Ну что, правильно всё сделал, тут и говорить нечего. Так, стимпак есть вообще у хэппи? Да, есть стимпак, но нужно аккуратней всё быть. Маленькие без щитов, вообще мутка может их разваливать. Но Блай тоже с такими муталисками нужно предельно внимательно быть, аначе хэппи может развалить. Но по лимиту Блай уже на двадцатку больше. Я вижу, плюс 7 роучей добавлены. То есть, третья хата есть, но она не раскачана. Я так понимаю, Блай получил преимущество вот этими муталисками. Роучи Ревозеров с Витч сейчас делает, как вот в одной из игр тоже было подобное что-то от Блая. Роучи Ревозеров с Витч. Хорошо. Блин, как Блай сейчас хэппи вообще тут ёма, 3 медивака ещё минуснул. Но я сейчас могу только факт констатировать, что Блай реально очень круто и собрано эту игру отыгрывает. Он хэппи вообще здесь гигантский дэмэдж нанёс своими муталисками вот этим небольшим количеством, причём мутки. Ксм-ку минуснул, ещё вот потери. Всё три мутки при этом он всём потерял, убил четырёх либераторов и вообще и мариков этих всех, и медиваки он всём узко убил. По потерям хэппи больше реально, чем Блая. Вот он третью ЦЦ-шку занимает. И Блай копит роучи Ревозеров на 45 дронах. Ё-моё, Блайчик, как ты такой, блин, улынер-то опасный. А если хэппи отобьётся, ведь печально всё будет. Нужно выдвигаться вперёд по мальчику. Уже крип далеко. В центре. И Блай выдвигается вперёд, между прочим. К третьей базе Хэппи идёт в другом совершенно направлении. Нужен ли Блайу размен? Вот мне вот что интересного сейчас. Мне кажется, Блайу не очень нужен. Хотя, хотя Блай гораздо раньше, чем Хэппи пришёл. И значит, он быстрее гораздо его разберёт. Третья база падает моментально. Муталисками можно сейчас туретку покуснуть. Здесь мутку оставить. В это время уходит Блай домой. Сейчас там один с роучей строится. Нужно заходить на вторую базу. Здесь есть бункер один. Плюс несколько юнитов. Плюс ксм. Ну, фаербол и реведжеров. Плюс дэмэдж, который роучи будут наносить. Минус бункер. Конечно, Блай сюда врывается легко. 123 на 160 по лимиту. Здесь Хэппи забрал легко и просто, естественно. Базу третью. Заходит ко второй базе Блай. Блай уже на мейн собирается. Уходить, что я ещё не понимаю. Заходит. Причём Блай сейчас Хэппи на мейн. Кидается фаербол и побил юнитом. Минки копаются. Ой, сейчас Блай опасные игры играет на самом деле. У боевому лимиту у Хэппи достаточно много. Но Блай на мейн ушёл. К счастью, юнитов своих собирается уже мейн защищать. В это время Хэппи убивайтесь. Ну, как же роучи тупят. Реведжеров вообще не осталось. Офигеть. Сейчас Блай ещё давайте отдастся здесь. Так, выходит здесь дома отбиваться. А дома-то тут тоже не отбиться. Слишком много Хэппи юнитов. И здесь Блай всё отдал. 92 на 73. Хэппич-то ещё и выиграть может. Фаерболы пошли с дронами. Отбивается Блай. Хэппи пытается улететь. И улетает. 6 на 19 по рабам. То есть сейчас именно боевой лимит и решает. А боевой лимит качественнее у Хэппи. У него медиваки есть, в которых есть энергия. Которые лечат юнитов. У Блай даже закопки нет. Вот в чём проблема. То есть он даже закопаться. Потому что у Блай 2-2 грейды отсутствует сейчас. То есть для Блай ну очень тяжело будет сейчас затащить. Есть ещё милки, блин, 3 штуки. Да и Роучик в центре Блай встречает Хэппи. Принимает по боевому лимиту. Да вот, 52, конечно. На десятку Хэппи больше боевого. Грейды лучше. Смотрите. 7 Роуч, 5 Реладжеров, 4 Муталиска, 3 Королевы против 5 Мародёров, 18 Мариков. Хэппич просто взял и этим разменом затащил. Конечно же для Блая с такой армией гигантской было невыгодно к Тирану идти. Почему? Потому что его армия в кулаке сильна. Двумя частями он криво отбивался. В итоге отдал. Если бы он вторую не отдал бы базу, он был бы в этом уверен. Например. Тогда да, это было бы хорошо для Блая. Но вторую базу он отдал. В итоге экономики нет. И просто Блая не может ничего намасить здесь. А Хэппи добивает спокойно сейчас. Вторую строит Мариков, Мародёров. Блая рабочим очка восстановил. Два Муталиска ещё заказит. С муткой собирается драться, видимо. Плюс Грейды у Блая. Обратите внимание. Одна атака воздух, одна атака земля. Против 2-2 Хэппи. Био просто разрывать будет вообще. Так, рывается Муталёк. Но тут ещё одна минка есть. И не всё равно рабочих не убить всех. Дробщик на Мейнг Блая пошёл. Пользователь Биосис 3D активировал премиум на ваш канал. Девять Роучи Блая ещё делает. Не сдаётся до конца. Дробщик отогнал, он улетел. Здесь у нас две минки у Хэппи есть. Да как немножечко? Здесь множечко Био. Плюс этот дробь сейчас Блая придёт. Ой-ой-ой, по минкам летит. Минус 2 Мутала сразу. Заходит сюда. Часть Роучи у Блая где-то вообще непонятно где находится. Заходит он, врывается в Хэппи. А Хэппи-то здесь больше, чем Блая. Блай ворвался на ГГшечку. Сейчас просто Хэппи его принимает. Контроль хороший. Один Роучи ходит. 3G пишет. Блай 3.1 Хэппи выигрывает финал наш. Ну что ж, хорошая игра, ребят, была. Со стороны Хэппи, со стороны Блая тоже. Призовой фонд у нас составляет 5222 рубля. Хэппи получит 2238 Блай. Поздравляю всех. И сейчас сделаю стоп-старт, ребят. Не уходите, Nation Wars впереди, Украина будет играть. Продолжение следует.